И последний ролик из серии «Откуда в Энгерман Ландии такая любовь к Ирландии» Сегодня мы поговорим о человеке, который любил Ирландию искренне, по-настоящему И в конце концов отдал за нее свою молодую 30-летнюю жизнь А именно о Майкле Коллинзе, одном из выдающихся борцов за независимость изумрудного острова Говорить мы будем о Майкле Коллинзе, но откуда же еще? Еще из уникального в своем роде паба-музея Майкл Коллинз, что в Москве на Цветном бульваре 21 Который сделали два прекрасных парня, это Игорь Демидов и Евгений Рене Которые, собственно, и надоумили меня записать эту серию Вот мы уже с вами месяц лишним следим за борьбой Ирландии, за независимость И, наконец, поговорим о том, чьим именем названы эти стены Эти стойки, эти стулья, столы и прекрасный интерьер Итак, с вами Кремжуков и Майкл Майклович Коллинз Поехали! Майкл Коллинз родился в 1890 году В городке Сэмс Кросс на западе графства Корк Понятное дело, в Ирландии Было в семье 8 детей и 3 сына Вот из трех сыновей он был самым младшим Отец его, как несложно догадаться, тоже Майкл Когда умирал, сказал известную фразу Кстати, неизвестная, эта известная фраза является легендарной Или эта известная фраза является реальной А именно То есть это будет великий человек Однажды, который однажды сделает великие дела для Ирландии Коллинзу, прямо скажем, повезло А может быть, кстати, и не повезло Но в любом случае, если бы не такое окружение Он вряд ли бы стал тем, кем он стал Потому что отец его был ярким сторонником независимости Ирландии Его учителя были прямо членами или Ирландского республиканского братства Или вообще боевых отрядов фениев Ну и его школьный учитель Собственно, директор школы, где обучался Майкл Коллинз Был видным членом ИРБ Напомню, ирландского республиканского братства Кто вдруг по каким-то причинам не смотрел наши предыдущие беседы Смотрите, ссылки будут Там по этому поводу многое рассказано Продолжать обучение после школы Майкл Коллинз уехал в Лондон Где вступил в Атлетическую Гэльскую Ассоциацию Вот не нужно думать, что это ассоциация атлетов-ирландцев Нет, это ассоциация, которая проповедовала возрождение строго ирландских видов спорта То есть это ирландский футбол, ирландский регби, ирландский хоккей на траве и так далее То есть не просто спорт, а строго ирландский спорт Все это происходило в духе вот того самого гельского ренессанса Который то начинался, то прекращался буквально начиная с 14 века И в веке 20 приобрел совершенно новые качественные черты Ведь именно в это время, как мы понимаем, начинается не просто возрождение А целенаправленное обучение городской интеллигенции гельскому, традиционному, настоящему ирландскому языку Потому что к этому времени в основном в городах все говорили по-английски Да, наверное, не в основном, наверное, люди, которые не просто говорили, а хотя бы знали гельский Представляли из себя ничтожное меньшинство И вот начинается возрождение ирландской традиции В том числе и в спорте Понятное дело, что командный спорт это почти идеальное средство, чтобы людей научить работать вместе Вот то, что называется современным термином тимбилдинг, то есть построение команды В 19 лет в корке Коллинза представили членом ирландского республиканского братства Куда он вступил? Ну а в 1916 году Майкл Коллинз стал активным участником знаменитого пасхального восстания в Дублине Как многие предсказывали, ничем хорошим это восстание закончиться не могло Потому что Эйн Мак-Нилл, вроде бы глава этой боевой организации Отдал приказ прекратить восстание Тем не менее и Джеймс Коннелли, и Патрик Пирс, и Джозеф Мэри, и Планкетт, и другие боевые вожди Эти самые фени в новом издании Вывели ограниченный контингент на улице Дублина Захватили дублинский почтовый департамент Вступили в уличные бои И так как их было не 20 и не 12 тысяч Как должно было бы быть А всего лишь 2 тысячи И они избрали самую прогрессную тактику Тактику обороны Восстание было обречено буквально на неудачу И основные активные вожди восстания Были арестованы после штурма дублинского почтового департамента Осуждены и казнены Сам Майкл Коллинз И напомню Его в будущем оппонент Вот тут его цитата о Майкле Коллинзе Иман де Валера Будущий президент Ирландской республики Вот они казни избежали Майкл Коллинз видимо потому что был молод И не принимал настолько решающего Участия в подготовке восстания Ну а Иман де Валера был в то время еще гражданином США Его прямо скажем Коизнить было бы не комильфо Иман де Валера Напомню Родился в США От ирландки и испанского художника То есть Прямо скажем Вот в этот момент Непосредственно Даже не Ирландии А Англии Не принадлежал Только это его и спасло Иначе конечно его бы изгнить и шлепнули Как и многих других Вышло заключение Майкл Коллинз И Так как человек это был Прямо скажем В удающихся способностях Не взирая на крайнюю молодость Вот 1917 год Ему 27 лет И он входит в состав Исполнительного органа партии И Делается главой Той самой боевой организации Ирландских добровольцев Или просто волонтеров Кстати шефом его В обоих Итерациях То есть и в партии И в ирландских добровольцах Делается Иман де Валера Долгое время они работают вместе И Коллинза выдвигают В британскую палату общин От партии Шинфейн Напомню Партия Шинфейн Это ирландская Националистическая партия Название которой переводится Мы сами Выдвигается над Южного Корка И Так как Конкурентов у Майкла Коллинза не было Его выбрали вообще В Нижнюю палату парламента Без голосования И вот именно тогда Шинфейн завоевывает 73 места Из 105 возможно Проходящих по квоте В британском парламенте Ирландских мест То есть Колоссальная полная победа И Яркая демонстрация того Вообще Ирландия Выступает на чьей стороне Каковы ее устремления Ее устремления были прямо прописаны В уставе партии Шинфейн Начинается Парламентская часть Борьбы за независимость Но тем не менее Вот тут то у парней Случилось головокружение От успехов А может быть Они просто не совсем верно Оценили сложившуюся Полистическую обстановку Потому что Обнаружив Такое мощное преимущество Они вышли из британского парламента И основали свой Ирландский парламент Который назывался просто Дойл Эрен Он собирался с января 1919 года И 21 числа Он принимает Декларацию О независимости Ирландии Ну и конечно Англичане Вот ровно после этого Собрались арестовать Всех членов парламента И всех министров За сепаратизм О чем кстати Майкл Коллинз Парней и коллег Напрямую предупреждал Но Иман де Валера Был абсолютно убежден В том что Кто сможет арестовать Парламентариев У них же парламентская Неприкосновенность Ну подумай что они ушли Из английского парламента Это же народно выбранные Депутаты Ну ничего подобного Их именно что поймали И именно что арестовали Ну и пока основная часть Депутатов находилась Ну не всех Майкл Коллинз Как мы понимаем Был умный и утек Во время пребывания Коллег в заключении Главой правительства Ирландской республики Избрали еще одного Известного человека Который сыграет Большую роль В разворачивающих событиях Хала Бру Это будущий министр Бороны Ирландии Но в апреле 19-го года Коринз готовит Побег именно До Валеры И заключение И Валера бежит После чего Становится Заново Председателем Ирландского парламента И летом 2019-го года Коллинза Избирают Президентом Ирландского Республиканского Братства А так как В уставе ИРБ Было прописано Что Президент ИРБ Это еще и Президент Ирландской республики Де Юре Подтеркиваю Де Юре Коллинз Стал еще и Главой Республики Одновременно Его назначили Руководителем Разведки Ирландской Республиканской Армии То есть Ира И Кстати говоря Вот на Этой Почве Майкл Коллинз Добился Выдающихся Успехов Потому что Он развернул Очень толково Продуманную Шпионскую Сеть И в это время Контрразведывательную Сеть Которая Выявляла Информаторов Агентов Британской Разведки И Британской Полиции Выявленных Информаторов Или убивали Или начинали Кормить их Дезой Как это Принято Вообще В Контрразведывательной Борьбе И при этом Майкл Коллинз Не ограничивался Оборонительной Тактикой В разведке Он активно Вербовал Сторонников В Североирландской Полиции Которая Работала На британцев Наверное Самыми известными Именами Его агентов Стали Дэвид Неллиган И Нед Брой Кстати говоря Если вы хотите Визуализировать Так сказать В глазах Эти события Можете посмотреть Фильм 1996 года Который так и называется Майкл Коллинз Там его сыграл Лиам Нисон Который на самого Коллинза Прямо скажем Похож Слабо Но зато у него Ярко выраженная Ирландская физиономия Это хорошо И актер отлично Кстати Вот тогда же Начинается Активная фаза Вооруженной борьбы За независимость Ирландии Начинается все С теракта В Типперелле И Начинается Война Майкл Коллинз Проповедует Тактику Использования Летучих отрядов Которые Скоро получили Название Двенадцать апостолов Эти двенадцать апостолов Больше никогда Не захватывали Каких-то зданий Как когда-то Во время Пасхального восстания Чтобы сидеть там Будучи Фактически Сидячей мишенью Потому что Рано или поздно Какая бы у вас Крепкая ни была Оборона современной армии Эту оборону Вломает Потому что Имеет Тактическую инициативу Нет Теперь Только партизанская борьба Только теракты А именно Тактика Налетел Ударил Убежал И растворился Среди местного населения Которая Которая Если не полностью То почти полностью Прямо поддерживала Партизан Майкла Коллинза Или Относилась к ним Дружелюбно Нейтрально И уж точно Не горело желанием Выдавать их англичанам Потому что Англичане Как мы понимаем С 17 века Ирландцев Мягко говоря Достали Причем Как ирландцев Партизантов Так и ирландцев Католиков В этом отношении У Майкла Коллинза И всех его коллег Был крепчайший тыл Кстати Это очень интересно Именно в это время Единственная страна Догадайтесь какая Конечно же Советская Россия Это была Первая страна С которой У независимой Ирландии Установились Дипломатические отношения И именно Советская Россия Помогает Ирландии Финансово Иммон де Валера Назначил Майкла Коллинза Который Вот посмотрите Вообще-то Кем он был Он был Политическим деятелем Ирландского Республиканского Братства Он был Фактически Главой разведки Ирландской Республиканской Армии Его назначают Еще и министром Финансов Просто почему Потому что Он был Очень честный Человек Прямо Мы таких Сейчас называем Патологически Честными Который Ну просто Не мог Ни соврать Ни взять Чужого Это было Просто невозможно Для него Хотя вроде бы Он и не протестант А очень Даже католик Еще ирландец А англичане Почему-то Думают Что все ирландцы Это рыжий вор Вот этот Рыжий парень Почему-то Оказался Совсем другой Но Совмещение Такого количества Функций Во-первых В каждой из функций Или начать Изнашивать Его Конечно Сильный Но тем не менее Не всемогущий Организм А кроме этого Совмещение Стольких функций Неизбежно Должно было Изнашивать Благосклонность Коллег Потому что Первым Кому очень Не понравилось Возврушение Коллинза Был конечно же Министр обороны Кахал Бру А вторым Вдруг Нелюбителем Этого самого Молодого Рыжего Парня Стала его Старший коллега И шеф Иммон де Валера Потому что Власть Майкла Коллинза Вместе с его Популярностью Начинала возрастать Тем не менее Иммон де Валера Пошел на Довольно Интересный Политический шаг А именно Он не был избран Он сам назначил Себя Президентом Ирландской Республики В августе 1921 года Для чего Для того Чтобы быть Представленным Наравне С королем Англии Георгом Пятым То есть Это правитель Некой страны И я Тоже Правитель Некой страны Пускай Даже Может быть И не всеми Признанный Но У страны Есть правитель И это я Поэтому Если мы будем Договариваться То договариваться Мы будем На одном уровне Для чего Договариваться Да 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 Конечно Для того Чтобы прекратить Войну Которая Длилась С 1919 По 1921 Год Это два Года Кровища И экономических Потерь Или Северная Ирландия И вообще Вся Ирландия Должны были Стать Независимыми Или И как-то По-другому Ну а как По-другому Вот это Должно было Выяснить В ходе Уже не боевых Столкновений А переговоров И переговоры Возглавляет До 6 декабря 1921 года Как раз Майкл Коллинз Потому что Хоть Имман де Валер И провозглашал себя Президентом Его не то что Не признали Тем самым Президентом Но более того Он рисковал Быть арестованным Майкл Коллинз Его все звали Попросту Our Big Fellow То есть Наш большой парень Ну потому что Он и размеров был Крупных И деятельность Его была Не менее Крупная Провел переговоры Прямо скажем Блестяще Он внезапно Неожиданно Для всех Переменил Направление Вектора Собственных убеждений Он перестал Отстаивать Обязательное Отсоединение Всего Изумрудного Острова От Англии И решил добиться Тех уступок На которые Реально можно пойти А именно Превращение Основной части Ирландии В доминьон То есть В члена Британского Содружества Наподобие Канады Новой Зеландии Австралии С полным Самоуправлением При этом Конечно Англичане Выторговали Преференции Для Северо-Восточной Ирландии Для Ольстера Майкл Коллинз Не остановился На этом Он Бился Как Лев И Решил Признать Особый Статус Только Шести Провинций Из девяти Провинций Красного Ольстер Будучи Абсолютно Убежденным Что шесть Провинций Экономически Не самодостаточны И если вдруг Весь Доминьон Когда-нибудь Решит Выйти Из состава Британского Содружества Эти самые Шесть Особых Провинций Которые Находились Под Специальным Английским Управлением Вынуждены Будут Присоединиться К нему Идея Была Отличная Как мы Увидим История Рассудила Не так Это были Самые Промышленно Развитые Регионы Ирландии И при Отделении Ирландии От Англии Их отделение Было Совершенно Необязательным Так и Получилось В итоге Тем не менее Ирландия Стала Доминьоном То есть Получила Самоуправление То есть По выражению Майкла Коллинза Получила Независимость Для борьбы За независимость По крайней мере Теперь на территории Ирландии Тех Кто говорил О том Что мы Самоуправляемся Больше Не будут Хватать Вот Наконец-то Вы представляете С какого Времени С 40-х годов 19-го века Шла борьба За гомруль Смотрите ролики Предыдущие То есть Хоумрул То есть Самоуправление И вот Наконец-то Парламентской Вооруженной И снова Парламентской Борьбой Этот Хоумрул Наконец-то Был принят Ценой Огромной крови И чудовищных усилий Но Партия Шенфейн Националистическая Партия Несмотря на Все свои успехи В парламенте Конечно Не могла Признать Такого Англо-ирландского Компромисса И сам Майкл Коллинз Говорил Сразу после заключения Мирного договора Что я подписал Не договор Я подписал себе Смертный Приговор Тот парламентский Деятель Шеф Майкла Коллинз Старший коллега Иммон де Валера Вдруг Возглавляет Ту Часть Правительства И ту Часть Ирландского Парламента Которые Категорически Против Каких-либо Такого рода Соглашений С Англией По их мнению Соглашение Может быть Только одно Или независимая Ирландия Или мы продолжаем Войну И это Иммон де Валера Важнейший человек Соседавший В британском Парламенте Склонный Вообще Так Парламентской Борьбе Очень такой Даже у него Лицо Такой Невоенный Такой Интеллигент В очках Вот посмотрите На его фотографию Возможно Еще раз И В Ирландии Разворачивается Гражданская Война Партия Шенфейна Раскалывается Правительство Ирландской Республики Воздавляет Майкл Коллинз А Иммон де Валера Воздавляет Независимое Ирландское Правительство И буквально Только что Страна Которая Единым фронтом Выступала Против англичан Раздирается Буквально Гражданской Войной И Конечно Слова О Том Что я Подписал себе Смертный Приговор Из уст Майкла Коллинза Были более чем Пророческими Дело в том Что это человек Который мог Беспринципно Прямо скажем Сражаться Ну а как еще бывает На войне Против англичан Не мог действовать Так же против Собственных Сограждан И бывших коллег Поэтому он начинает Вести себя Ну вы знаете По другому не назвать Глупо Он едет В свое родное Графство Где Как он думал Он будет в безопасности Просто почему Потому что Его окружают Свои люди Они не смогут Убить меня На моей земле Говорил Майкл Коллинза Был абсолютно Неправ Потому что Ладно Возможно Конкретно Выходцы из Графства Корк И не стали бы Нападать На Майкла Коллинза Но что мешало Напасть на него Кому-то другому Ну так и было Сделано Отряд С которым он шел По родному Графству Он попал в засаду Началась Очень скоротечная Перестрелка Причем Что интересно Вот эти вот люди Которые устроили Засаду на колонну С которой шел Коллинз Они заложили фугас И не взорвали его Это сразу показывает На то Что они вообще-то Собирались убить Именно Коллинза И вот один из них Как считается Звали его Сэмон Эйл Выстрелил В Коллинза Экспансивной пулей То что называется Пулей Дум Дум И от попадания в голову Обширной мозговой травмы Коллинз скончался на месте Кстати Сэм Нейл Тут же выкинул Все патроны Такого рода Потому что понятно Это слишком зверское оружие Если бы У него нашли Пулю Дум Дум Экспансивную Которую он убил Коллинза Неизвестно Как бы сложилась Его судьба И вот Великий Борец За независимость Ирландии Скончался Что конечно Сразу Породило Огромную массу Разных Конспирологических Теорий Кстати говоря Личность Сэма Нейла Который Скорее всего Застрелил Коллинза До сих пор Не считается Сто процентов Принятой Сам он умер В 1950 году И теперь уже Не сможет Уточнить Так это Или не так Урок Изрядный И того Как нужно вести Политическую борьбу И как нужно вести себя После того Как эта политическая борьба Пришла к некому завершению В конце концов Насколько Можно и нужно Быть бескомпромиссным Вот мы видим Что Майкл Коллинз Буквально Пожертвовал Жизнью Ради чего Ради того Чтобы обрести Независимость Ради Борьбы За независимость То есть Некого Базиса На основании которого Могла быть Быстрая Совершенно Новая республика Его за это Убили Его собственные Коллеги И в конце концов Иммон де Валера Ставший президентом Независимой Ирландии Вот именно он Стал свидетелем того Что его Младший коллега А впоследствии Конкурент И противник Был абсолютно прав Потому что Разгорелась Вторая мировая война Ну я думаю Что Ко времени смерти Майкла Коллинза Любому дураку Любому человеку Которого у мозгов Было чуть чуть больше Чем у Амебы Понимал Что Вторая мировая война Не просто не загорали Она обязательно будет Непонятно В 38 В 37 Может в 40 Разгорелась Она в 39 И ровно через 10 лет В 49 Году Доминьон Британской Империи Ирландия Выходит Из Британского Содружества Став Абсолютно Независимой Страной То есть Майкл Коллинз Полностью Прав История Сказала Что так Оно и есть При этом Он ошибся Ровно в одном В Северной Ирландии Шесть провинций Графства Ольстер Оказались Настолько Самодостаточными И там Оказалось Настолько Мощное Влияние Английского Меньшинства Английских Промышленников Или Ирландских Промышленников Неразрывно Связанных С Британской Империей Что Шесть Графств Не подписали Выход Из Уни И остались В составе Британской Империи Что дало Толчок К совершенно Новому витку Борьбы Ирландской Республиканской Армии Которую Можно назвать Последней Террористической Фазой Впрочем Майкл Коллинз По понятным Причинам В этом Уже не Участвовал Надеюсь Вам было Интересно Мне Уж точно И кстати Спасибо большое За такую Возможность И вообще За саму Идею В столь Ирландском Антураже Сделать Шесть бесед Об Ирландии О ее борьбе За независимость И в конце концов Об одном Из величайших Борцов За независимость И просто Интересном Очень интересном Человеке Майкле Коллинзе Чей портрет Вы видите На гостеприимных Стенах Паба Майкл Коллинз Уникального В своем роде Паба-музея Который располагается В Москве На Цветном Булеваре Дом 21 Заходите Следите За роликами На сегодня Все Продолжение следует...